Существует общность интересов Евразийского экономического союза и Ирана в вопросах использования транспортно-логистических возможностей в направлении транспортного коридора Север-Юг в контексте формирования Большого Евразийского партнерства. Об этом в своем выступлении по случаю открытия первой международной торгово-промышленной выставки Евразия-21 в Ереване 24 ноября заявила торговый представитель России в Армении Анна Донченко. Сейчас, по ее словам, ведутся переговоры по формированию полноформатного соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. И заключение такого соглашения благотворно скажется на эффективности планирования долгосрочных торгово-экономических связей и сотрудничества. Так как главным сокровищем Ирана является выход к Индийскому океану. Таркпред также подчеркнула, что от вступления Ирана в ЕАЭС Россия получит большую выгоду. Иран для России является одним из наиболее перспективных партнеров и акцент на долгосрочную координацию стратегических договоренностей – квинтэссенция нашего сотрудничества. Россия может предложить Ирану почти весь ассортимент продуктов питания, непродовольственных товаров, стройматериалы, мебель, технику. Основные статьи экспорта из Ирана в Россию – нефть, газ, нефтепродукты, продовольствие и ковры – заключила Донченко. Если отфильтровать политическую воду, то мысль российского торгпреда предельно ясна, и в ней нет ничего принципиально нового. Москва давно горит желанием получить прямой и широкий доступ к одной из крупнейших в регионе экономик. Прямой путь у нее имеется только по Каспию, но и через территорию Азербайджана российско-иранский маршрут работает беспрерывно. Раньше по нему курсировали только многотонные автомобили, а с недавних пор с иранско-азербайджанской границы в российском направлении заработал и железнодорожный транспорт. Зачем же торгпред заострила внимание на намного более сложном во всех отношениях армянском направлении? Суть нынешней реверансов в сторону Тегерана заключается вовсе не в расширении объемов товара оборота между двумя странами, которые не имеют общих границ. Для этой цели железных и автомобильных дорог, соединяющих эти страны и не только через Азербайджан, вполне достаточно. Да и север-юг, о котором напомнила торгпред, это вовсе не международный транспортный коридор, строительство которого намеренно задерживается уже многие годы Ираном. Этот весьма перспективный коридор должен соединить Индию с Северной Европой через Иран, Азербайджан и Россию, и сулит огромные транзитные доходы всем участникам проекта. Но даже выделенный Азербайджаном полумиллиардный в долларах льготный кредит не может заставить Иран поторопиться с завершением небольшого участка Рештастара. Наоборот, в последнее время вновь актуализируется север-юг в армянском исполнении. Правда, торгпред на этот раз внесла в избитую тему новую приправу в виде зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. А Армения как раз является единственной страной в ЕАЭС, граничащей с Ираном. И вряд ли преимущества этого экономического союза могут сделать более выгодной для России торговлю с Тегераном через Армению. Да для России, а не для ЕАЭС в целом. Потому что представить себе даже невозможно, чтобы доставленный в Армению груз из Киргизии через территорию нескольких государств был приемлем для задуманной СЭС. У Киргизии есть более короткие и удобные пути для торговли с Ираном. И никакие льготы, предоставленные ей членством в Союзе, не покроют потерь. Не выгоден армянский вариант и для самой России, впрочем, как и для Ирана. Всем известно, что нормальных дорог с севера Армении до иранского юга нет, ни автомобильной, ни тем более железнодорожной. Строительство их только на территории сложнорельефной Армении требует миллиарды долларов. У Армении их нет, а Иран соглашается только до тех пор, пока о деньгах не вспоминают. Россия же, естественно, в одиночку за такое дело не возьмется. К тому же уже на грузино-российской границе возникнут новые проблемы, и не только рельефного характера. О прокладке железной дороги через Абхазию по понятным причинам Грузия и слышать не желает. А другого пути нет. Автодороги упираются в Большой Кавказ. Хотя есть еще один и самый приемлемый вариант – через Азербайджан. Достаточно Армении согласиться на открытие транспортных маршрутов, и эта проблема решится очень просто. Ведь проходили в свое время и железные, и автомобильные дороги из Азербайджана в Армению, причем весьма комфортные. Правда, после 30-летнего простоя здесь многое предстоит сделать. Но тут уже самодостаточные России и Азербайджан сумеют в короткие сроки справиться с поставленной задачей. А самый перспективный в любом случае окажется Зангизурский коридор. Уж не его ли имела в виду торгпред России? Но зачем в таком случае вспоминать о виртуальном направлении маршрута Север-Юг через Армению? Есть один официально существующий маршрут Север-Юг, заинтересованность в котором не раз высказывало политическое руководство и России, и Ирана, через Азербайджан. Если армянский вариант этого маршрута в никуда надо начинать с нуля, фактически выбросив на ветер миллиарды долларов, то более мощный маршрут через Азербайджан почти готов. К тому же именно Азербайджан в регионе играет роль транспортного хаба. И как бы ни старались какие-то силы изменить ситуацию, это невозможно. Единственная страна, которой нужен армянский вариант коридора Север-Юг, это сама Армения, которая сразу уловила в нем свою провокационную изюминку. Вступление Ирана в ЕАЭС, а этот вопрос серьезно обсуждается, позволит создать серьезный противовес Турции, заявил председатель Республиканского союза работодателей Армении Гагик Макарян. Но желание Еревана политизировать чисто экономический вопрос с намеком на похороненную в архивах истории проблему армянского клина в ЕАЭС не пройдет. Даже при всем желании не только Армении, но и России с Ираном. Вряд ли на это дадут согласие Казахстан, Киргизия и Белоруссия. Эра политического армянского клина осталась в прошлом, но его экономический аналог, армянский север-юг, все еще периодически всплывает на поверхность. Пора бы его отправить в архив истории.